Привет! В случае, если вы задаёте себе вопрос, ходил ли он к гадалке в отношении вас? Это Таро Провидцева, оно смотрит истинную правду. И давайте посмотрим, задаёте себе вопрос, почему не спросите высшую силу и не получить ответ, чтобы не догадываться, а прямо напрямую спросить, ходил ли тот человек, о котором вы сейчас думаете, к гадалке, и что она ему нагадала? Можно загадать человека или просто смотреть между делом, всё равно то, что нужно, вы поймёте. Итак, кто-то человек, по мнению высших сил, тот, о котором вы думаете, прежде всего, да, партнёр, мужчина или вообще любой человек, тройка чаш, карта judgment или суд, вернее, да, страшный суд, и карта десятка пентаклей. Ну, смотрите, во-первых, страшный суд, человек кармический, да, 20-й старший аркан, это аркан кармы, человек сложный, кармический, он, кстати, сам обладает магическими способностями, у него есть внутренний дух, видите, который иногда им овладевает, и он не знает сам, что он делает, и не ведает, что он говорит, он подчиняется какому-то духу, и это не наверняка, что это добрый дух. Это может быть злой дух его предков, а потому что предки бывают и всякие. Это не чистый дух, это подселенец, который ему указывает, как ему быть. И он, кстати, может, сам занимается нехорошей тёмной магией, и он это делает тайно, и не даёт никому об этом знать. Он, кстати, сам мог что-то делать такое магическое, не ходить даже никому, но здесь вполне возможно, что он знает какую-то гадалку лично. И эта гадалка, которая, ну, нехорошая, она связывается с тёмными духами. И он к ней, скорее всего, ходил, он ей много платит, может, он к ней ходит часто, кстати, но это очень может скрывать. Десятка Пентаклей может говорить, что он много денег на неё тратит, и он с ней всё время советуется по всем вопросам. А тройка сейчас, да, вот видите, три раза на вас лично. На вас лично он три раза ходил к ней, три раза гадал на вас. То, что ходил к гадалке здесь однозначно. То, что человек сложный, у вас с ним могут быть очень сложные отношения, вы не понимаете его. Он всё время как-то себя ведёт странно, очень часто, но это тогда, когда активируется подселенец у него, тогда он себя ведёт очень странно. Итак, что ему сказала гадалка относительно вас? То, что три раза ходил, это точно. Это хорошая карта солнца. Очень хорошая. Видите, то, что три раза ходил, это на любовь гадал, на вас и на любовь. И гадалка, кстати, ему сказала, что вы его судьба, карта солнца. Восьмёрка меча, но гадалка ему сказала, что есть много препятствий у вашей любви и что отношения кармические, но это вы и сами знаете, видите, восьмёрка меча — это старые проблемы, ещё проблемы из прошлых жизней могут быть. Ему гадалка сказала, что вам суждено быть вместе, но отношения лёгкими никогда не будут. Вы друг другу по судьбе, но отношения очень трудные. И ещё гадалка сказала насчёт денег, что эти отношения, то есть ваши отношения, ему дорого обойдутся. Гадалка чувствует, что на неё он будет тратить меньше, будет больше тратить на вас, и поэтому она, конечно, преследует свой интерес, понимаете? Здесь так. Король жезлов, мужчина, он сам обладает каким-то даром, интуицией, даром вот такой, знаете, энергии. Он многое может сам. И мужчина страстный, вам он нравится. Знаете, здесь вот и любовь, и ненависть у вас к нему есть. Некоторые черты характера его вы любите, и некоторые просто ненавидите. Десятка чаш. Вот в этом раскладе две десятки. Десятка чаш и десятка пентаклей. С одной стороны у нас деньги, с другой стороны любовь. И мужчина, он не может интегрировать свою жизнь и деньги, и любовь. У него не получается. Он всё время выбирает. Он всё время выбирает или любовь, или деньги. Он не умеет, вот как на два фронта жить, да, и то, и другое. Не умеет. Он с деньгами неправильно обращается, но мы здесь видим, что он на какие-то ритуалы деньги тратит. И он знает, что в отношениях деньги важные, потому что здесь у нас и девятка пентаклей, и десятка. Но у него просто не хватает на вас денег, потому что он тратит их на всякие глупости. Десятка чаш — хорошая карта. Я же говорю, что с этим человеком вы можете быть очень счастливы, если пройдёте с ним вот эти моменты тяжёлые, моменты кармические, моменты, где... Ну и вам просто нужно спасать, потому что на человеке есть магическое воздействие. Что ещё сказала ему гадалка? Карта повешенной и карта умеренность. Видите, два старших аркана. Конечно, сто процентов, что мужчина занимается какой-то магией. Одни старшие арканы выходят, очень мощные карты. Но карта умеренность — это карта, конечно, своей силы, да? А карта повешенной — это карта всё подумать, реализовать в уме. Видите, здесь прояснение ума, а вот прилив крови к голове, так говорится, да? Гадалка ему сказала, что ты можешь стать магом, ведь у него здесь в руке земной шар и магический шар. Гадалка ему сказала, учись у меня, но она хочет его денег. Я тебя могу научить, она ему сказала, только вот нужны деньги у него. он и так уже на неё очень много потратил. Вот она говорит, что я тебя могу научить, передать тебе мои знания. И карта повешенная — это вообще карта ментальная, да? Она увидела, что в нём очень много ментальных способностей, и она хочет переключить его внимание от вас к себе, потому что она видит, что вы можете его буквально завладеть им полностью, потому что вы его солнце, да? Видите? Она почувствовала, что вы можете буквально завладеть им полностью, и он может буквально погрузиться в любовь с вами. И она хочет, конечно, чтобы он продолжал ей платить, пообещала ему там золотые горы, что он сможет зарабатывать на этом. Он интересуется этим, потому что он очень любит деньги. Мы здесь видим, что он очень любит деньги, да? Мы уже говорили об этом. Пентаклиевые карты выходили. Он сказал, что он подумает, и карта повешенная говорит, что он думает об этом. Вот именно повешенное — это прояснение сознания. Он сейчас пытается решить, что он будет делать. Он прислушался к её словам. И сейчас он решает. Как вы можете увидеть, но, понимаете, выберет ли он себя, вот как он видит своё жизненное предназначение, это вот именно в этой магии или же вас. Ну, по этой карте по повешенной, я смотрю, он то и другое будет делать. Он будет продолжать заниматься магией, но вы для него тоже важный человек, поэтому он не исключает то, что в жизни у него вы останетесь. Я хочу вам карты показать сверху, поэтому сейчас их так организую. Интересный очень расклад, очень говорящий. А вот эти старшие арканы все, они больше всего, конечно, говорят о ситуации. Но вы тоже слушаете карты, они с вами же тоже разговаривают и делаете выводы соответственные. Но вот то, что я сказала, то, что мне высшие силы передали в этом раскладе. Так что, такая вещь. Интересный расклад. Тема, конечно, очень важная, серьезная. Расклад интересный. Смотрите другие мои расклады, получайте себе помощь. А я знаю, что мы с вами скоро увидимся.